Корректирование формы, в которую ты вкладываешь, в общем-то, уже не требующие коррекции содержания. Да, но для того, чтобы это неким образом проявить уже в реальном состоянии. В социуме, да. Но вообще, надо сказать, что здесь, если это интересно, можно расшифровать, что такое социум. Опять же, с позиции мастерства, да. Здесь можно к традиции апеллировать, что существует прачеловек, вот Адам. Вот мое понимание, что вообще не существует человечества, существует один человек. Представьте, что одного человека, которого родили, просто раскламировали на миллиарды людей. Для чего? Для того, чтобы разность опыта поступала вот в это единое, да. То есть, с точки зрения Высшего, существует только один человек. Вот типичный, с руками, с ногами, с глазами, да, понимаешь? А вот все мы, мы всего лишь собиратели опыта, которые вот его аккумулируют, да. Другой параллельный мир этого одного. Да, да. И в некотором смысле, вот в этой концепции раскрывается назначение человечества вообще. Человечество есть форма самореализации Высшего. То есть, оно сам исследует себя, да, дробя вот, да, так как, ну, какие-то вот такие, да, и собирая вот этот разный опыт, да. И в этой связи тогда и получается, что есть социум. Социум – это есть я, да. То есть, нету мы никакого, да. Есть ты такой же, как и я, себе та же, понимаешь? Да, да, да. Поэтому, когда я как бы несу в социум это, да, я не несу вот этой массе, да. Я, на самом деле, апеллирую к одному тому же человеку, которым я же и являюсь. Ну, да. Исследование – это как раз зона исследования меня, да, через проявленность отдельно взятых людей в этом социуме. Да, да, да. Это как обратная связь для коррекции своего собственного цвета. Да, да. И еще важно, вот, что такое внутризнание, я об этом сказал, это очень важный момент для мастерства, причем важный очень социально. Вот многие проблемы передачи, они связаны с тем, что аспекты знания разные и формы получения знания разные. Я сейчас немножко побольше об этом скажу. Но, в целом, вот это то, что я называю внутризнание, или знание мастера, словно говоря, да, то оно начинается – я познаю себя, через себя познаю тебя, понимаешь? Вот как это знание, да. И дальше возникает, скажем, такая альтернативность. Допустим, одной из частей моей миссии является, ну, как бы так сказать, прорубание ниши для внутризнания. Потому что у нас есть то, что я называю монополией на знания. У нас есть наука, и у нас есть религия, да. И вот они, в общем-то, держат это знание, никому нельзя здесь, на этой части полушария, да. Ну, понятно, что на Востоке существует знание мастеров. В чем оно принципиально отличается? Оно внутризнания. То есть это познание с изнанки, да. Это как бы снаружи, а это с изнанки. Причем, что интересно, в чем качественно оно отличается? То есть есть преимущество, есть недостаток, да. Преимущество заключается в том, что приобретается знание чего-то, к чему прийти последовательным путем науки невозможно. То есть на глобальные, дать ответы на глобальные вопросы. И в некоторых случаях мы даже сейчас здесь давали на них ответы, да. Кроме того, научное знание, оно разгромлено, оно не обладает целостностью. Вот. Здесь как раз преимущество в том, что целостность, да, и есть ответы на какие-то глобальные вопросы. В чем недостаток? Оно привязано к личности. Понимаешь? То есть вот вопрос передачи, то есть чем занимается мастерство? Оно, в принципе, отрицает внешнюю передачу знания. Мы с тобой сейчас это обсуждаем, но не потому, что это что-то где-то у кого-то в головах, да. На самом деле это некая, опять же, форма влияния, да, влияние, да. Понимаешь? Потому что в реальности вся моя задача практическая – это переключить человека с внешнего знания на внутреннее. Потому что дальше все произойдет само. Ну а поскольку социум заточен на внешнее знание, да, то понятно, что это непросто, да. И тем более это непросто сделать на большую эпидулю, да. То есть даже вот один на один это непросто переключить, да. Потому что человек верит, что он будет читать книжки, и что-то произойдет. Ничего не произойдет. Хотя произойти может за секунду. Весь вопрос в том, насколько ты развернешь, что развернешь. Вот здесь мы берем, собственно, вот это базовое понятие «жизнная сила». Жизнная сила – это основное рабочее, и то, что называешь, энергия, да. То есть энергия – это проявление жизненной силы. В чем я тоже с Востоком расхожусь. У них есть понятие энергии, я выгоден был отказаться от этого. Потому что жизненная сила, по-русски, все-таки в этом есть аспект сознательности. Это сознательная энергия, проще говоря. Причем высокосознательная энергия, да. Потому что энергия несколько механистическая. Вот электричество – это тоже энергия, скажем, да. Поэтому это основной рабочий инструмент. То есть, если ты направляешь вовне, то ты получаешь определенный тип знаний, работы с информацией и так дальше. Это западный модель. Но если ты разворачиваешь внутрь – это, опять же, об инструментах. Все инструменты связаны с разворачиваемым вовнутрь. Но одно дело – развернуть, другое дело – удержать. В России развернуть сложно, и удержать сложно. То есть развернул, а все равно наружу выскочит, да. И поэтому нет вот этого опыта целостности и того, что называют внутризнанием. Ну, когда я говорю «нет», это не значит, что у меня нет опыта, что у людей это происходит, да. То есть есть люди, с которыми я работаю, и у них это происходит, да. Но пока это на уровне вот этой временной целостности, да. То есть они переживаются со стороны, а потом теряют, да. И иногда обращаются там, да. Но разговоры есть один и тот же опять, да. То есть вернись в себя, вернись в себя. Слушай, а вот еще раз. Вот у тебя возник как раз. Если у тебя, ты как мастер, ощущение, что ученик готов, оно важно. То есть у тебя есть, и что это за инструмент оценки? То есть я понимаю, да, искусственно использовать инструменты, подводить человека к целостности, когда он не готов, или мастер в любой момент времени, в любой уровень готовности может это сделать, обладая, ну, грубо говоря, инструментом? Не может сделать, потому что я это демонстрирую. Они ему приколачивали гвоздями кресту, что он там мог сделать? Ничего с ним не сделано. Так что я говорю, здесь не суперменство никакое. А вот расскажи, вот даже интересно, я думал об этом, не думал. То есть вот как ты видишь, что ты готов вообще, в принципе, об этом с ним? Ну вот я хочу сказать, что здесь как раз я говорю о том, что жизненная сила сама работает. То есть на самом деле, почему вот в концепции нет меня, нет тебя, есть жизненная сила? Это значит, она сама знает, какой сосуд пустой, какой полный, понимаешь? То есть это доверие тому, что именно... Конечно, конечно, причем она даже степень регулирует. Я даже степень не регулирую. Потому что человек, может быть, сначала должен ознакомиться с этим. Потом узнать, потом понять, потом захотеть действовать, да? То есть я даже эти вещи не регулирую. Понимаешь? То есть человек приходит, я даже скажу так, вот если меня воспринять как сосуд, да, вот с неким, да, это опять история, так сказать, некая расшифровка Иисусовых историй, когда там рыбы было, да, он раздал и там еще осталось, да? Вот как это происходит? То есть на самом деле, в тебе есть там некий ресурс, да, и человек пришел. Ты льешь, 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 пока он скажет, хватит, все, понимаешь? То есть вот только так. То есть пока он воспринимает, ты работаешь над этим, да? Больше того, иногда я как бы своих клиентов хвалю, потому что формально, мне кажется, нужно захлопнуться. Некоторые сразу захлопываются, да? Вот. Некоторые даже возмущаются, что этот процесс начинается, да? Вот. То есть они имеют право на любое проявление, да? То есть ты лишь отслеживаешь, вот хватит, не хватит, да? Вот это ощущение. Да. И все. И ты, скажем, ты сам можешь только понимать, что ты там залил там, не знаю, одну десятую, и больше ты не можешь залить. А человек ушел, он вроде тот же самый, да? И он как бы живет. И он даже может сказать, да, пошел ты. И не пошел, да? Вот. Бывают даже люди так свои. С ним работаешь, допустим, да? Потом он с кем-то еще или где-то там что-то делает, да? Он приходит и говорит, вот там, я там с таким тренером познакомился. И ты видишь, как он сливает всю твою работу там на кого-то, да? И тогда, в общем-то, здесь простое поведение. Ты ему задаешь вопрос. Тебе надо определиться сейчас. То есть ты приобрел некую ценность, ты должен для себя решить, эта ценность приобретена благодаря работе с этим человеком или с этим. Если он говорит по-прежнему с тем, да, то значит ты должен прекратить это. Потому что дело не в том, чтобы сделать работу, дело в том, чтобы еще она осознанно была. Ну, было принятие. Осознанное принятие. Осознанность важна. Потому что без этого, условно говоря, это все равно, чтобы ты выбросил все. Он все на это уйдет потом, да? Когда он тебе говорит, все-таки решая для себя это благодаря тебе, тогда не имеет значения, что там было раньше, и продолжаешь дальше. Но всегда такие остановки существуют. Вообще остановка нужна для осознанности. То есть ты проделал работу, дальше возникает вопрос, осознаешь или нет. Допустим, если мы говорим про наше образование, вот у нас идут отметки, ученики учатся, им ставят отметки. Значительно важнее он получил что-то. Теперь узнать, что он получил. Он должен сказать. И в некотором смысле отметку надо ставить огонь. Преподавателям и студентам. Потому что если он скажет, не бей, не мей... Это у меня история с дочерью, которая пошла в первый класс, и через месяц там пошло большое количество двоек, какие-то красные записи и прочее. И я так скромно задаю вопрос молодой учительнице, а вы что-то дали ей за этот месяц, что вы уже так активно ставите? Оно, значит, так вот раскрывает глаза. Ну, в результате мы поменяли класс. То есть хороший директор, который даже не вставал это все. Выясни, пожалуйста, в другой класс. Вы там более опытный преподаватель и все. Ну, вот это очень объективный процесс. То есть желание требовать, ничего не давая, не понимая, можешь ли ты это дать? И когда мы говорим, вот даже сейчас мы заговорили об образовании, это же очень сложно. Ну, как вот дать ребенку и прочее. Это непросто. А вот ставить эти оценки, это очень просто. А если бы увязать, что это на самом деле оценка не того, как он воспринимает, как ты его обучил, то немножко уже у учителя будет что-то было и меняться. И, кстати, косвенный пример того, что изменилось, она очень заинтересовалась моей дочерью. То есть она стала подходить к преподавателю, как там, значит, Ангелина. То есть она сразу ей заинтересовалась. Как только ей косвенно поставили отметку уходом из ее класса. Понимаешь? Хотя это как работает влияние. Ничего формально не было сделано. Ни претензий, ничего. Просто человек как бы отстранился от взаимодействия с ней. Вот, кстати, опять же, это механизм. Механизм воспитания. Механизм воспитания – это дозирование влияния. Теплое, холодное. То есть я сейчас с тобой, и на этом ребенок живет. Если что-то не так, я просто отстраняюсь. Я холодный. И ребенок уже, он нуждается в этом. Все, никаких формальных надо, не надо. Ты просто показываешь влияние. Тепло, холодно, тепло, холодно. И ребенок растет. И при правильном росте любой случайный холод, по какой-то причине взрослый отвлекся. Вот если ты знаешь, по-своему, ребенок плачет. Как так? Потеряна, да? Потеряна вот эта вот целостность. Понимаешь? Вот это тепло, холодно. Мы в целостности, но при этом чуть-чуть дистанция, что уже как бы подвергает сомнению целостность, уже переживание, уже трепет. Поэтому, на самом деле, все, в чем нуждается ребенок, это целостность и управление целостностью вот этой, да? Как бы показывание. Но, опять же, ты же не показываешь, что есть хорошо, что есть плохо. Ты просто как бы индексы ставишь некоторые по ощущениям, да? Туда ты идешь, ты теряешь целостность. Вот что ты транслируешь. Это то же самое работа и с клиентом. Если говорить об идеальных отношениях, а идеальные отношения, когда уже формальности отброшены, когда есть созвучие, да? И тогда ты не говоришь хорошо, плохо, правильно, неправильно. Ты как бы просто показываешь свое отношение к этому, да? И он начинает это чувствовать. Сейчас, чтобы для целостности, то я уже тоже начинаю. Зачем вот это все? Вот это все это что? А все, вот мы начали, проговорили. Теперь вопрос зачем? То есть мы сейчас с тобой прожили во времени, ну не знаю сколько, там 40. Я не знаю, да. Ну, 40, час, наверное. То есть сейчас во времени мы с тобой прожили, выдавая. То есть горячо, холодно, разные были сейчас, да? В истории некое давание. Зачем? Мы с тобой выдавая. Мы начались про зачем, а вот теперь к частности. Да, да, да. То есть ты и правил. Мы с тобой, когда ехали в лифте, мы уже это с тобой обговорили. То есть мы вошли в ситуацию, уже знаем зачем, да? Да. А мы говорили про синергию. Да? Про синергию качественную. На самом деле мы с тобой сейчас ищем каждый по своему, да? Каждый по своему пути, да? Мы ищем некое наше сочетание. Даже в этом разговоре, в этой записи, да? Видеозаписи. Мы ищем, как это может срезонировать в тебе, во мне, в тех людях, которые это будут слушать. И как мы будем об этом делиться, да? То есть вот этот опыт мы хотим пережить, почему он важен. И об этом мы тоже с тобой в начале быстренько про это говорили. Что люди, которые являются незрелыми, они самой устройством социальной жизни, их объединяет в группы. Они очень объединены, да? Люди, которые вызревают в поисках целостности, в проявлении целостности, они сейчас разобщены. Ну, вот такова история, так должно быть, да? Любое соединение таких людей, это эксперимент раз. Сам факт такого эксперимента уже является для меня показателем. Понимаешь? Сам факт показателем. Вот то, что мы сейчас с тобой разговариваем, на эти темы. Как бы сказать, я не воспринимаю тебя своим клиентом. Это наш формат, я не мой клиент. Да. То есть, когда я разговариваю так с клиентом, я тебе вот так даже скажу, с той плотностью, с которой мы с тобой разговариваем, я редко разговариваю с клиентом. Там все медленнее, детальнее. Почему? То, что привязано к их ситуации. Задача не то, чтобы я про это рассказал. Задача, чтобы с помощью мастерства я помог ему решить там какие-то проблемы. Можно? Это сейчас ассоциативный ряд. То есть, есть вербализация, сейчас визуализация. Прям всплыла сейчас то, с чего мы начали. Капля, которая распаковывается. Да. Ощущение, ощущение нашего сейчас разговора, это некая твоя, я не могу, слово попытка неправильное, но некое искреннее желание создать каплю. Каплю. Капля в виде слова формы. Без потери качества смысла, которое ты ее наполняешь. И туда я... По ощущению, это та капля, которая наполнилась. У меня ощущение, что к этой капле она полетела. Да, но 10 дней я не могу создать. Она полетела. Да. И вот она полетела куда-то туда, и вот сейчас, знаешь как, я бы хотел услышать из всего разговора тезисы. Вот она летит, и вот какие тезисы люди будут слышать, она к ним вот это летит. Да, да. Тезисы вот прям раз, два, три, четыре, может быть, не знаю, как он в своем порядке, что бы ты хотел сказать, резюмируя каплю. Да. Ну, я скажу так, что жизнь всех нас, то есть общество нашего, зависит от того, как каждый из нас осознает себя. Первая традиция. Вторая. Как общество относится к личности. Это вообще, устройство общества зависит только от этого. Только от этого. Как относится к личности. Значит, мой посыл, изменить отношение к личности. Раз. Второе. Каждый это должен сделать самостоятельно. Это значит, что не нужно ждать приказа сверху и ничего-то другого. Каждый должен это сделать самостоятельно. Значит, путь к чему это приведет, я об этом в течение часа рассказывал. Следующий момент. Я считаю это программным, и даже в некотором смысле претендую на то, что это моя национальная идея. Что никакого изменения общества в России не будет, пока не будет изменено отношение к личности, и сама личность не начнет менять отношение к себе. То есть в аспектах целостности и самоценности. Поэтому на это уходит какое-то время, на это работают люди в разных местах этой страны. Я один из них, которые это пытаются пережить на себе, превратить в форму. И в результате мы пытаемся это выразить. С чем столкнется еще каждый человек при реализации вот этих процессов? Он столкнется с тем, что ему нужно будет определять ложное, иллюзорное или реальное. То есть вопрос ложного мастерства, истинного мастерства. И это и есть уже необходимый опыт, через который надо пройти. И последний образ, который мы уже с тобой обсуждали. На что это будет похоже в начале? Это будет похоже на образ из фильма «Начальник Чукотки», когда американцы продавали патефон Чукчин. Что вы будете брать вот эту трубу, веря в то, что там есть музыка, приносить домой, а музыки не будет. Это касается технологий Востока, технологий Запада и так дальше. То есть придется все это растить из себя. Поэтому возвращайте опять эту трубу и ищите музыку. Ищите музыку, и в результате вот эта музыка будет внутри, скажем так. Поэтому вот так бы я обозначил, что каждое изменение, трансформация каждого из нас – это основа трансформации в обществе. Это никак не связано с тем, что мы называем властью. Я уже сказал об этом. И последнее ключевое слово – созревание. То есть на самом деле каждому из нас и наша задача, то есть веками, условно говоря, на нашей поколении нас держали в режиме недозрелости, в режиме зеленого. Сейчас главная задача – это созревание каждого как личности. А дальше у каждого свои пути и дальше все это будет находиться. Согревание. Стебли. Мы хотим нюхать цветы. Цветы, да. Мы хотим, да. То есть это так некрасиво, высокомерно сказывалось. Путь каждого сейчас человека – это стебель. Счастлив и благ тот, кто в результате этого дает опыт цветка. Но важно верить, что сам по себе стебель ни к чему не имеет значения. То есть он движется к тому, чтобы дать определенный результат. И в некотором смысле можно сказать – вертикальное движение всегда потом перерастает в горизонтальные. Даже в объемные. Да, в объемные. Да, в объемные. За объемные… Пронтос какой-то хочешь сказать, но не будем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Так что тебе удобно спасибо за сам факт, за отношения, за все. И за инициацию в общении. Да. Вот как-то вот оно, да. Там дальше на уровне есть такая кульровка – ожидаемое и случайность. Да. То есть вот следующее следующее действие – оно будет абсолютно ожидаемое, но сначально просто и существует. Как это? Как это было? Почти случайно. Ну, практически. Да, 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 да. Да, да, да. А можно. Можно. Взаимно. Да, да, да.